Следующий вопрос. У меня есть знакомая девушка. Она очень красивая и успешная. Вопрос тоже от девушки, если кто-то смотрит записи. У нее все хорошо во всех сферах. У нее есть красота, карьера, успех, много подруг, любовь. И наши общие знакомые считают ее принцессой, и она всегда в комплиментах. В том, что ей всегда делают комплименты, а мне редко, в этом у меня есть зависть. Ничего не могу поделать с собой. У меня свое понятие о счастье. К карьере и успеху я не стремлюсь. Для меня главное, это чтобы любимый муж был рядом и любил меня. За своей внешностью я стараюсь следить, но у нее от природы хорошие физические данные лучше, чем у меня. Но дело не в этом, а в том, что знакомая все время подчеркивает свою успешность и унижает меня. То есть ставит меня ниже нее, намекая на то, что я не такая успешная, как она. Я делаю вид, что меня это не обижает, стараясь вести себя достойно. Но в душе мне очень неприятно. И после разговора с ней у меня остается неприятный осадок. Я понимаю, что дело во мне, но ничего не могу поделать со своими чувствами. Я пробовала с ней не общаться, чтобы избавить себя от негативных мыслей, но она мне звонит, пишет и хочет со мной общаться. «Наверное, этот человек мне посылается, чтобы я смирилась, но у меня нет смирения, а только буря негативных чувств на душе. Я не знаю, как мне быть». Я выскажу предположение. Вы учтите, что я, может быть, ошибаюсь. Вполне может быть, потому что я почти что в темную, с закрытыми глазами отвечаю вам на этот вопрос, потому что я не знаю ни вас, ни ее, ни ваших взаимоотношений, как она себя ведет, как вы это видите, что она вас пытается все время унизить. Поэтому я могу ошибаться, но озвучу. А может, вам кажется, что она вас унижает и как-то принижает, намекает, что вы не такая успешная, как она? Может быть, вам это кажется? Я поясню. В свое время, в бытности с семинаристом, я помню хорошо, мне запало просто в душу такой момент на предмете пастырское богословие. Там нам рассказывали о том, как общаться с людьми, например, на исповеди. И совет такой практический дали, что не смотреть людям в глаза, стараться не смотреть. Почему? Потому что если человек, скажем, раскрывает перед тобой свою душу и говорит о каких-то своих грехах, каких-то, может быть, своих ошибках и, может быть, даже очень серьезных ошибках и очень больших грехах, то он боится, что ты его осудишь, боится, что ты его не поймешь. Он жутко стесняется, он испытывает чувство стыда. В общем, целый вихрь у него таких страхов. Если ты посмотришь ему в глаза, даже если твой взгляд будет лучиться любовью, добротой, пониманием и так далее, просто будет литься оттуда добро и любовь к этому человеку, то он может увидеть в этом взгляде упрек. Его там может не быть, а он его увидит. Потому что он боится его увидеть, и он его увидит. Это не всегда бывает, но бывает очень часто. Поэтому такая рекомендация, что осторожнее нужно быть и, в общем, иметь в виду. Вот такая прозвучала. Я тогда для себя такую галочку сделал себе хорошую, запомнил. Вот и здесь вот. Может быть, вам кажется, что она вас как-то принижает, унижает, намекает на что-то. Как-то слова какие-то говорит. А вы видите в этом какое-то для себя унижение, потому что у вас есть зависть. Вы и сами в этом признаетесь. В этом у меня есть зависть, ничего не могу поделать с собой. Вот эта зависть, как в той сказке про Герду и Кая, «Снежная королева», там, где кусочек зеркала откололся Бесовского и попал Каю в глаз. И он уже стал видеть все искаженное. Вот эта зависть искажает, все искажает, все извращает. Даже что-то хорошее, если она будет вам говорить, ничего не имея в виду, может быть, вы это видите совсем иначе. Вот эта зависть, она как вот тот хрусталик, она может все искажать. Имейте это в виду. Но если вы не ошибаетесь, и там все явно, и это все прямо в открытую, тогда действительно вам нужно как-то занять пассивную позицию в вашем общении. То есть инициативу не проявлять, а занимать такую пассивную роль. И постепенно общение будет сходить на нет. Но еще раз подумайте над возможностью, что вам просто кажется. Потому что вы описываете, что внешние данные у нее лучше, чем у вас, это объективно. И карьера у нее, успех, есть много подруг и любовь, а у вас что-то не сходится. Не тут, не тут, не тут, не тут. И вот это влияет на ваше восприятие ее слов, ее поступков и всего-всего ее. И вам кажется, может быть, что она хочет вас унизить. Может, там где-то что-то проявляется, но не в такой степени, как вам это кажется. Может, это все разрастись до такой степени, кстати говоря. Вот эта подозрительность, что вообще приобретет какие-то чудовищные размеры. Так что будьте осторожны здесь. Помогай Господь!